Виктор Толоконский встретился сегодня с представителями правительства, законодательного собрания и главами городов и районов края. Около пяти часов участники расширенного губернаторского совета обсуждали жизненно важные для региона вопросы. От корректировок бюджета до подготовки к отопительному сезону. Все подробности расскажет Алина Штоколова. Первый вопрос повестки дня задал тон всему разговору. Дефицит краевого бюджета в этом году 22 миллиарда рублей. В таких обстоятельствах основная задача властей всех уровней удержать баланс. То есть откорректировать свои расходы таким образом, чтобы и деньги сэкономить, и люди при этом не пострадали. Такая ситуация сложилась из-за изменения налогового законодательства. Доходы края остаются на прежнем уровне – 150 миллиардов рублей. А вот расходы растут. Если раньше мы отчисляли федеральный бюджет 60 миллиардов, то теперь отдаем 450. И это на фоне значительного снижения поступлений от налога на прибыль. Власти признают, не все решения будут популярными. Начать экономить решили с себя. В ближайшее время управленческий аппарат края сократится на 15%. Урезать решили и расходы на его содержание. Это и отмена индексации денежного вознаграждения и должностных окладов государственных служащих. Сокращение расходов на выплату премий. Также снижены расходы на капитальные ремонты, приобретение оборудования, командировки, связь, печатные здания. Но одним словом, в целом на содержание аппарата управления. Придется оптимизировать и другие статьи расходов. От капитального ремонта зданий и дорог до содержания некоторых муниципальных учреждений. Все будет делаться по принципу «с каждого по возможностям, каждому по потребностям». Это относится и к социальным выплатам и льготам. Однако власти отмечают, на тех, кто действительно нуждается в поддержке государства, это не отразится. Мы хотим усилить адресный подход, взять за основу нуждаемость, а не категорийность. То есть у нас для простоты принятия некоторых социальных решений просто иногда вводились какие-то категории. Но вы понимаете, что в любой категории есть разный конкретный уровень. Вводить заявительный принцип, чтобы это было от гражданина шло. И чтобы это в определенной мере отражало нуждаемость в той или иной социальной поддержке, в той или иной социальной помощи. На ремонт и строительство объектов социальной сферы и дорог край выделил около 4 миллиардов. В этом году ведут в эксплуатацию несколько школ и детских садов как в районах края, так и в его столице. Запустят два физкультурно-оздоровительных комплекса и крытый футбольный манеж. Продолжится строительство второй очереди онкологического диспансера. Больше 11 миллиардов заплатят за ремонт региональных дорог. Что касается городских магистралей, то их финансируют сразу по двум каналам. 10% от акцизов, это 828 миллионов, поступает напрямую в эти 578 муниципальных фондов. И еще часть средств для того, чтобы сбалансировать бюджеты муниципальных дорожных фондов, мы субсидируем из регионального дорожного фонда. Около 8 миллиардов рублей будет стоить краю грядущая зима. Необходимо подготовить 50 миллионов квадратных метров жилфонда, почти полторы тысячи котельных, 14 теплоэнергостанций, 5 ГЭС и 4,5 тысячи тепловых сетей. Чтобы согреть жителей севера нашего края, где отопительный сезон длится круглый год, началась подставка угля и жидкого топлива. Министры отчитались, все идет по плану, северный завод продлится до сентября. Обсудили на губернаторском совете и аграрно-промышленный комплекс нашего края. Поля уже засеяны почти на 70%. По голове скота, хотя и понемногу, но прирастает. Но есть большая проблема. Кадры. Толоконский заявил однозначно. Задача властей сделать село привлекательным для молодежи. На фоне оптимизации бюджета сделать это будет непросто, но необходимо. И помочь здесь может общественный контроль. Один из главных инструментов открытого управления это общественный гражданский контроль. Это контроль и за качеством услуг, которые заказываются органами местного самоуправления, и за теми услугами, которые непосредственно органы местного самоуправления предоставляют гражданам. Такой эксперимент проводится сразу в нескольких районах края, а в Минусинске он показал очень интересные результаты. Жители города создали общественные советы и теперь не только контролируют исполнение уже принятых решений, но и помогают в их принятии. Люди говорят, что им нужно, а что нет, и в итоге бюджет на прошлый год в Минусинске удалось исполнить на 105%. Эту практику Виктор Толоконский назвал эффективной и предложил главам муниципалитетов ускорить ее внедрение. А в перспективе разработать и принять региональный закон, который закрепит за жителями право на участие в распределении средств из краевой казны. Алина Штокова, Денис Тимошенко, Новости.